Это уже седьмой Пушкинский театральный фестиваль, проводимый в Везёмах. На главной сцене, на свежем воздухе, в течение всего дня идут театрализованные постановки по мотивам произведений Великого Классика, в исполнении артистов Московского молодёжного театра и проекта театральной поединки. А музыканты Московской областной филармонии играют романцы для отдыхающих. Уже традиционно, который год, именно в праздничные выходные дни, мы встречаемся здесь. Любители поэзии, любители стихов и просто любители почувствовать себя именно в атмосфере того периода. Планируем, будет выступление Сергея Безрукова, Народного ортиста России, будет театр Списисова, будут оркестры замечательные, будет классическая музыка, современная музыка звучать. Ну а здесь мы специально делаем такой, вы знаете, арт-пикник. Всё наполнено атмосферой Золотого века. Даже по аллеям неспешно прогуливаются пары в костюмах пушкинских времён. Александр Сергеевич Пушкин – основа нашего языка, потому что он вёл очень много, но не новых слов, а в литературный язык вёл слова, которые раньше использовались только в повседневной речи. Потому что в 18 веке язык был литературный, очень высокопарный. И Александр Сергеевич сделал его проще, понятнее и ближе к народу. На территории усадьбы работали интерактивные площадки, шли мастер-классы для взрослых и детей. Любой желающий мог раскрасить деревянную фигурку Пушкина и взять её с собой на память. Ты приезжаешь сюда, и каждый раз тут абсолютно всё новое, и здесь можно приезжать бесконечно. Вот сегодня прям вот эти рисунки, и мы узнали, что и конкурс был в своё время, и он теперь продолжается. На центральной аллее парка расположился вернисаж работ участников международного детского конкурса рисунков «Пушкин глазами детей». Понравившиеся детские рисунки отдыхающие могли забрать на память. Проект «Музей на ладони» познакомил гостей фестиваля с дворянской культурой и русской литературой через предметы декоративно-прикладного искусства. А для юных посетителей арт-путника были организованы увлекательные квесты по неведомым дорожкам и тайное послание трёх карт по сказкам Пушкина. Такой насыщенный фестиваль организует Министерство культуры Московской области. Большая благодарность им за тот праздник, который каждый год они дарят нашим жителям, нашим гостям. Наши двери Одинцовского городского округа всегда открыты. И не только здесь, на этой площадке, но и на всех площадках нашего Одинцовского округа. Не пришлось в этот день скучать ни взрослым, ни детям. И уж точно чудные мгновения Пушкинского фестиваля запомнятся всем надолго. Полина Толмачёва, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.